Европейский Союз готов предоставить Украине миллионы артиллерийских снарядов для борьбы с российской агрессией. Об этом во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии заявил президент Украины Владимир Зеленский. Урсула фон дер Ляйен прибыла для участия в праздновании Дня Европы, который в этом году отмечается в Украине впервые. Она подчеркнула, что Украина является частью единой европейской семьи. Подробнее об этом материале Юлии Грановской. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, для Украины важно иметь возможности пропорциональные тем, которые есть у России. Он отметил, что среди прочего обсудил с Урсулой фон дер Ляйен вопрос скорости поставки обещанных боеприпасов, ведь они так нужны на передовой. Украина ежедневно демонстрирует эффективность борьбы против агрессии. Каждая сбитая ракета террориста, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов – это доказательство того, что можем победить этого агрессора. В этом контексте сегодня поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы – один миллион снарядов для артиллерии. Помощь в обеспечении потребностей Украины в боеприпасах глава Еврокомиссии назвала приоритетной. По ее словам, самым быстрым путем является немедленная передача боеприпасов из запасов стран-членов ЕС. «Мы выделили один миллиард евро для этого, и это работает. Значительные запасы боеприпасов уже переданы или находятся на пути в Украину. Но срочно нужно сделать еще больше. Есть второй путь, который мы согласовали на прошлой неделе, предоставив один миллиард евро для закупки 155 и 152-мм снарядов из стран-членов Европейского Союза». И, наконец, третий путь – это наращивание и ускорение собственного производства боеприпасов странными-членами Европейского Союза. Урсула фон дер Ляйн заверила президента Украины в том, что Еврокомиссия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку Украине, в том числе выделение финансовой помощи в продвижении Украины в ЕС. «Мы продолжаем оказывать необходимую финансовую поддержку Украине. Вы знаете, что у нас есть пакет на 18 миллиардов евро на 2023 год. Шесть мы уже выделили. Второй момент – это санкции. Мы делаем все для того, чтобы развалить российскую военную машину. Одиннадцатый пакет сосредоточен на том, чтобы прекратить обход санкций. Если мы видим, что товары из ЕС направляются в третьи страны, а потом оказываются в России, мы можем предложить странам наложить ограничения на экспорт этих товаров». В свою очередь президент Украины отметил, что санкции против России нужно усиливать еще больше. «Мы рассчитываем на принятие решения по одиннадцатому санкционному пакету, и его составляющей частью должны быть мощные санкции против атомной отрасли государства-террориста. И второй пункт – пришло время для принятия позитивного решения относительно открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС». Напомним, Еврокомиссия уже этим летом должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз. Письменный отчет ожидается в октябре этого года. Юлия Аграновская для телеканала «Фридом». Европейские ценности и благополучие на континенте может быть реализованы для Европы только вместе с Украиной. Россия уже проиграла. Об этом на пресс-конференции заявили Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Услышим их заявление. «Они боятся того успеха, который вы представляете, и примера, который вы показываете. Они боятся вашего пути в Европейский Союз. Но агрессор уже драматически проиграл. Украина выдержала нападение и успешно отбивается. В первую очередь потому, что как свободное общество Украина может рассчитывать на неистекаемую храбрость своего народа». «Наши усилия по объединению Европы, по безопасности и миру должны быть такими же сильными, как желание России разрушить нашу безопасность, нашу свободу, нашу Европу. Наши ценности, безопасность, наше благополучие, безопасность на континенте – все это может быть реализовано для Европы на 100% только вместе с Украиной. В этом контексте мы ожидаем, что июньский саммит ЕС даст положительную оценку интеграционному процессу Украины».